Приветствую вас, Елена. Любимая женщина не является символом, если она себя не ценит. К моему большому сожалению, вы, Елена, себя не цените. Почему я так решил, я сейчас постараюсь вам донести. Первое. Это ваш гражданский супруг, пишите вы. За три года не задерживается ни на работе более чем на неделю, а то и три дня. Первое, в чем проявляется то, что вы себя не цените, это то, что вы обманываете себя относительно супругов. Гражданских супругов не существует. Гражданский брак – это обман, иллюзия. На самом деле гражданский брак – это просто сожительство. Да, может быть это неприятно. Может быть неприятно. Гораздо неприятнее звучит сожительство, чем гражданский супруг. Я с вами согласен, вот. Но мне все же кажется, мне все же кажется, что честность, честность важна. И поэтому я по предложениям предлагаю вам, собственно говоря, быть честность, честность. Я предлагаю вам быть честность с собой для начала. Поэтому, если мы говорим про гражданский брак, то мы говорим про сожительство. Это первое, на что хотелось бы обратить ваше внимание. Второе, на что хочу сказать – это то, что вы пишите, значит, что супруг вас не задерживает, ну, не задерживается больше, чем там, какого-то времени определенного. Не совсем. Понятно, Ростеев, принимаете ли вы его в этом, в том, что он не задерживается или нет? Потому что, ну, условно говоря, он может не задерживаться. Это может быть его, ну, его выбор такой вот, я бы сказал, не самый лучший, конечно, не самый приятный, конечно, но выбор. Не очень понятно, принимаете ли вы такое его решение. Решение не задерживаться на работе. Потому что относиться к этому можно по-разному, но важно, чтобы это отношение у вас было. Чтобы оно было, вот, отношение сформировано. И чтобы оно соответствовало тому, что вы сами для себя считаете приемлемым. Что вы сами для себя считаете адекватным, что вы сами для себя считаете нормой, что вы сами для себя считаете соответствующим вашим ценностям. Потому что если, потому что если вы действуете в ищерб своим ценностям, например, если вы действуете в ищерб своим ценностям, то здесь есть, на мой взгляд, и здесь, вот, здесь есть достаточно проблемы. А именно, то, что вы себя предаете. И я надеюсь, что вы понимаете, что основная задача психотерапевта заключается в том, чтобы вы себя не предавали. Мне кажется, что вы себя предаете. Дальше, вы пишите о том, что мужчина, значит, раскули все на вал. Понимаете, опять же, опять же, даже если вы выбираете самостоятельно нести расходы за вашего мужчину, даже если вы выбираете самостоятельно. Я бы сказал, я бы сказал, что человеком практически всегда подобное будет восприниматься как, ну, обесценивано. То есть, вы для него таким образом себя обесцениваете тем, что берете на себя, образно говоря, расходы. Кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап, который взрослый человек сам, в принципе, способен, ну, оплатить. Да, то есть, мне думается, что вполне адекватная позиция, когда взрослый человек, в себе себя, ну, образно говоря, содержит сам. Мне кажется, это вполне адекватно. Но вы, у вас, очевидно, немножечко другая позиция. Притом, что самое, вот, что главное, это то, что вы сделаете, вы сделаете другое. Вы сделаете, что человек, э-э-э, как-как бы, оценит вас, э-э-э, как мне кажется, вы сделаете, что человек, э-э-э, как бы, ну, даст вам ту обратную связь, которую вы хотите. В том, что, э-э-э, никакого резона, никакой мотивации у человека это делать, нет, нет. Поэтому, э-э, каким-то образом, вот, каким-то образом, вот эти самые расходы, э-э-э, которые вы взяли на себя. Вот, э-э-э, оказались на вас. Вот. И не совсем понятно, насколько это было, э-э-э, насколько это было осозненно. То есть насколько осозненно выставший взял это на себя, вот. Понимаете, да, я надеюсь, что, что я имею ввиду. Дальше, следующее, вы пишите, значит, так, «Человек, который клонется в любви, не отпускает меня, подпискивается в бизнес всегда возвращал». Это еще один важный момент. Вы говорите, попытки уйти были, но он меня всегда возвращал. Есть такое ощущение у меня, что не слишком вы настойчиво вы хотели уйти. Есть у меня такое ощущение, что вы ждали, хотели, чтобы человек вас вернул. Люди уходят, люди уходят, условно говоря, и в отношении людей не ожидая, что их вернут, а уходят, потому что они этого хотят, не хотят уйти. У меня есть такое ощущение, что вы уходить не хотели. То есть уходя, вы надеялись, или надеялись, или ожидали, чего-то другого, понимаете. И получается, что здесь вы с собой не были честны. Получается, что вы себя обманывали здесь. И обманывая себя здесь, в этом контексте, обманывая на мой взгляд, вы, конечно же, косвенно обманывали своего мужчину. Повторюсь, косвенно обманывали твоего мужчину. Я не говорю, что вы, ну, хотели обмануть, как бы, я не говорю, что вы это делали прямо специально, специально. Но, тем не менее, тем не менее, это вот такая, ну, такой нюанс, он, конечно, присутствует здесь вот, ну, в данном аспекте, по крайней мере, по крайней мере. Вот. То есть вы начали себя предавать, к сожалению, к моему большому соци... ну, к большому соци... к сожалению. Действительно, что это не добавляет, ну, вот, не добавляет какой-то ценности, да, вам, ну, в глазах человека. Я имею ввиду в глазах вашего мужчины, вот, к сыну, ну, к сожалению. К сожалению. Не добавляет. Вот. Вот. Поэтому... Ради любимой... любимой женщины мотиватор. Это правда. Любимая женщина мотиватор. Но... любимая женщина мотиватор тогда, когда она ценит себя. Вот. В данном случае я боюсь, что вы себя не совсем цените. Мягко говоря. Вот. Вы позволяете человеку вести себя с вами, ну, на мой взгляд, так как вам не очень нравится, да, так как вам не очень по душе. Вот. И... при этом, на мой взгляд, вы ждёте, что он... э... ну, как бы, изменится. Вот. Хотя... Понятное дело, что здесь опять же я могу ошибаться, могу быть не прав в этом контексте. Вот то, что хочется вам сказать. И соответственно, исходить вам нужно из этого контекста. Дальше уже смотрел, в каком направлении двигаться. То, что вы ждете, что человек, условно говоря, будет вести себя с вами как-то, как хочется вам, ну это, я боюсь, что сам обман. Вот, поэтому не нужно, на мой взгляд, тратить время на это, ну я имею ввиду на вот эти вещи. Значит, как только вы определитесь то, чего хочется лично вам, как только вы определитесь с тем, что нужно лично вам, вот, на мой взгляд, ситуация начнет нормализовываться. Как только вы для себя определите вот то, что вам нужно, что вам хочется вне зависимости от того, что человек, как-то вот, ну, обращает там вас там или нет, туда, ну, не зависимости от этого. Вот. Я думаю, такой пример. Ответ вам можно, да. Ну, по крайней мере, я дал бы вам, эм, такой бы ответ. С точки зрения психологии, с точки зрения терапии. Что касается, что касается того, что вы мама для, ну, для мужчин. Вот, что касается, что касается этого. Я бы сказал, что если вы много берете на себя, да, в контексте отношений с человеком, если вы много берете на себя, то вы действительно ставите себя в роль мамы. Это правда. Это правда. Вы действительно ставите себя в роль мамы. Вот. Хорошо это или плохо, но, на мой взгляд, решать вам, вот, исключительно вам, то есть, как бы, за вас здесь никто решать не будет. Вот. Вы сам способны, я надеюсь, этот момент для себя. Вот. Значит, другой вопрос, да. Хотите ли вы быть необходимым мамы? Да, то есть, словно говоря. Вот. Вот. Если хотите, это одно дело. Но если не хотите, это другое дело. То есть, на мой взгляд, вот от того, насколько вы честны с собой, сами, да, вот от того, насколько вы честны с собой. Ну, довольно многое зависит, мне кажется, мне кажется. Вот. И если, вот, спросить меня, то мне кажется, что вы себя обманываете. Вот. Ну, мне так, по крайней мере, кажется, вот, что вы себя обманываете. Вот. Я рад был бы ошибаться, но... Мне кажется, так. Вот. Такой ответ я могу вам дать с точки зрения психолога. Я надеюсь, что вам это было полезно. Я надеюсь, что вам это было интересно. Я надеюсь, что вы сделаете для себя выводы определённые. Надеюсь, что... Ну, мой ответ позволит вам сформулировать обратную связь. Вот. Для того, чтобы лучше понимать, что вам делать дальше. И она, эта самая обратная связь, послучит начало для плодотворной работы над собой. По гармонизации отношений, а это можно сделать. Или для перемен в самой себе. Удачи вам! Всего самого доброго!